КОАР-КОД Остальных людей в эти заведения не пустят. Кроме того, в Крае могут ввести дополнительные ограничения. Главный санитарный врач региона готовит губернатору новое предложение для стабилизации ситуации. Напомню, что уже сейчас действует несколько ограничений. Кроме вступающей в силу системы КОАР-КОДов, сейчас общепиту запрещено работать с 11 вечера до 7 утра. Закрыты ночные клубы, танцплощадки в ресторанах. Театры, кинотеатры, концертные залы и стадионы могут быть заполнены зрителями лишь наполовину. Пенсионеров старше 65 лет обязали без необходимости не выходить из дома. О новых ограничениях обязательно расскажем, когда они будут приняты. Заболеваемость коронавирусом продолжает расти. За последние сутки диагноз поставили еще 647 жителям края. Это на 28 человек больше, чем накануне. В Краевом центре тоже рост. 137 новых пациентов. Рост идет и в отдельных районах. В Курагинском за сутки заболели 63 человека, в Минусинске – 55. Выздоровели 545 человек, что снова меньше, чем количество заболевших. Число людей, которых отправили на карантин, уже превысило 41 тысячу человек. Не справились с болезнью еще 30 человек. Машина реанимации уезжает на очередной вызов. Четвертую волну их стало настолько много, что об отдыхе врачам можно только мечтать. Максимум 10 минут на то, чтобы перекусить и снова в работу. О том, что помощь нужна многим, говорит и этот опустевший гараж. Свободных машин здесь практически нет. За день каждая карета выезжает минимум к 20 пациентам. Бывает и больше. Звонки от пациентов принимают вот в этом кабинете. Здесь сидит 10 медиков, и телефон тут не умолкает ни на секунду. В соседнем же кабинете сидят старшие врачи. В случае спорных ситуаций переводят как раз на них, и они консультируют и бригады, и пациентов. И большинство вызовов как раз и связаны с ОРВИ и пневмонией. Часто пациенты, особенно пожилые, надеясь на то, что организм справится с болезнью, отказываются от госпитализации. Их приходится уговаривать. К этому привлекают и родственников. В арсенале «Скоро» есть машины, оборудованные кислородными баллонами. И за последнее время спрос на них также вырос. Пользуются им два, а то и три раза в сутки. Сегодня пригождалось уже? Сегодня, да. Сегодня уже давали. Как раз с утра пневмонию везли. Минут 10 ехали, 20 литров дали в больную. Нагрузка больше стала. Ну, отличается чем-то от твоего лета? Ну да, отличается. Ну, вызовов, конечно, больше стало болеющих. Если говорить в цифрах, то всего за месяц количество вызовов выросло на 50%. И это еще не предел. Выходные количество обращений увеличивается и достигает до полутора тысяч в день. Пиковые часы, когда телефоны буквально разрываются с пяти вечера до двух часов ночи. Болеют как взрослые, так и дети. Именно поэтому пришлось увеличивать количество ковидных групп с трех до восьми. К тяжелым пациентам выезжают специализированные бригады. Красноярцам напоминают, тяжело сейчас всем и медикам в том числе. Поэтому карету часто приходится дожидаться больше трех часов. Бывают и те, кто вызывает скорую, хотя в этом совсем не нуждается. Скорая помощь не выдает больничных листов. Скорая помощь не выдает справок на вызове. Скорая помощь не назначает лечение, не выписывает рецепты. Скорая помощь не берет мазков. Этим всем занимается поликлиника, бригады поликлиник. Поэтому по всем этим поводам, в том числе некоторые поводы касаемо температуры до 38-5, которая появилась там день-два и больше никаких симптомов, кроме респираторных, нет. Это тоже поликлинические вызова, за которые за помощью надо обращаться в поликлинику. Экстренно в течение 20 минут врачи выезжают к пациентам, попавшим в ДТП, получившим ожоги или упавшим с высоты. В это время другие поликлинические случаи ждут своей очереди. Безусловно, скорую вызвать всегда легче, чем отсидеть в очереди к врачу. Но в сегодняшних реалиях нужно помнить не только о себе, но и о других, кому действительно нужна немедленная помощь. И в том числе и о тех, кто ежедневно, без сна и отдыха, спасает жизни людей. Елисей Савлюк, Илья Сенкевич, 7 канал. Савлюк, Илья Сенкевич, 7 канал. Экономики ранее занимал Егор Васильев, но этой осенью его избрали депутатом законодательного собрания края. Первое, на чем я хотела бы сконцентрироваться, это реализация крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов. В том числе входящий в комплексный инвестиционный проект «Инсельская Сибирь». 14 таких проектов пока планируются к реализации на территории Краснодарского края. Сейчас они находятся в разной степени реализации. Здесь Министерство экономики, на мой взгляд, должно выступать таким драйвером их исполнения и достижения обозначенных в них результатах. Руководителя двух красноярских управляющих компаний подозревают в хищении почти 11 миллионов рублей. В течение четырех лет он получал от жильцов 35 домов деньги, но передавал снабжающим организациям далеко не все. Часть собранных средств он оставлял себе. В итоге следователи возбудили уголовное дело. А злоумышленнику грозит до пяти лет колонии. Уже второй месяц Тамаре Игнатьевне для того, чтобы без проблем набрать воды в свой загородный дом, приходится постоянно возвращаться в квартиру на другой берег города. В местной колонке, в которой она всегда набирала воду, ее неожиданно не оказалось. Лето уже прошло, а Тамаре Игнатьевне, как и другим пенсионерам, хочется хотя бы еще немножко времени провести вдали от городского шума. Но без питьевой воды это попросту невозможно. Никто не знает, почему нету, мы не знаем. Дело в том, что мы не платим за эту воду ничего, а может нужно какую-то оформить оплату. Как это делать, мы не знаем. Без воды мучаются все дачники. Кто где, как с этими бетонами, с города тащатся, плещутся. Но это у кого машина есть, а машины не так и вовсе труба. Ходим по населению и просим в домах, налейте нам водички, а те говорят, вы нам уже надоели. Все казалось бы ничего. В паре километров от этой колонки есть еще одна. Тамара Игнатьевна пользовалась ей в те случаи, когда одна из ближайших от ее дачи колонок не работала. Но придя туда сегодня, Тамару Игнатьевну снова ожидает разочарования. Воды здесь тоже нет. Ну ладно, что делать? Больше не знаю, куда идти. Пойду домой без воды. Набираю в городе или из квартиры вот так вот вытаскиваю, или, или. Там в городе колонка есть, частный сектор Николаевка, там бывает набираю. Специально заезжаю, нигде не работает. Как сегодня нам сообщили коммунальщики, вода в колонках исчезает с завидной регулярностью не случайно. Они расположены на территории поселка Таймы. Из-за них платят именно жители поселка. Дачников здесь не любят. Местные жители недовольны тем, что те сюда приезжают, то машину помыть и грязь разведут, то вообще по неосторожности ломают колонки. И чтобы подобных ситуаций здесь не происходило, жители поселка решили раз и навсегда не давать дачникам пополнять запасы воды. Решили приобрести себе отдельные собственные краны. Если у прохожего при себе нет специального инструмента, набрать здесь воды попросту не получится. Как неожиданно оказалось для Тамары Игнатьевны, выросшей в советское время, за воду, которую всегда можно было взять бесплатно, оказывается, нужно платить. Есть обращение жителей с улицы Ботанической, которую, став от дачников, сняли из колонки рычаг и просят его не возвращать на место, поскольку из-за несанкционированного водоразбора колонка часто выходит из строя. И они не одиноки в этой проблеме. Жители других поселков, которые находятся рядом с дачными массивами, и есть водоразборные колонки, они также принимают самостоятельное решение, законное решение снять с колонки ручку или установить блокатор, чтобы воду могли набирать только жители близлежащих домов, которые за эту воду платят. Получается, что выходов из этой ситуации у дачников не так уж и много. Это договариваться с соседями, автовладельцами и ездить за водой в город, либо понемногу каждый день возить с собой из квартиры по бутылочке. Евгений Назарчук, Сергей Раков, 7 канал. Кот с уродливыми ушами попал в фотоловушку в Саяношушенском заповеднике. Это краснокнижный манул или Паласов кот. Его латинское название – атаколбус, уродливое ухо. Эти коты чуть крупнее домашних. Длина тела до полуметра, хвост достигает 30 сантиметров. Животность сняла камера возле реки Чалбан-Мыс в сумеречное время. Именно на это время приходится пик активности хищных котов. Для манулов свойственен скрытный образ жизни. Встретить днем их – редкость. Животные предпочитают ночь и раннее утро. В последнее время фотоловушки все чаще ловят Паласова кота. Специалисты предполагают, что это связано с увеличением их численности. Сейчас на территории заповедника обитает примерно 10-15 особей. Наблюдение за самыми пушистыми дикими котами продолжается. А это значит, что мы еще увидим кадры этих красавцев.